всех приветствую сегодня я приехал замок бернбург а интересный замок сейчас мы походим тут посмотрим проезжала тут уже интересные дома тут хорошая река есть тоже я уже проезжал и думаю вот блин почему я не тут живу наверное я бы с рыбалкой точно бы не завязал при такое при наличии такой реки что за замок сейчас мы посмотрим внимательно похожу как всегда все самое интересное покажу что где чего интересного найду само собой он тут такая башня синим цветом немного подкрашена довольно красиво тут все уходит очень сильно вниз там какая-то дверь внизу с решеткой что у нас там спрятано кому-то наверное известно но не нам пейзажи тут красивые пейзажи тут я вам скажу о слева тут дом ремонтируется хороший дом 3 можно сказать четыре этажа можно сказать если внизу еще за этаж посчитать то можно сказать пять этажей с жилым чердаком или как там сейчас принято называть мансарда это конечно очень интересно ну да как бы я вижу там полноценный этаж внизу видно что там нормальный полноценный этаж так по порядку даже не знаю тут я смотрю дорога уходит вот тут вниз еще чуть правее идет замок потом вниз ну похожу насколько меня хватит сегодня не знаю так замок я ездил мне питание было одно яблоко замок вернигороды реставрация идет опять штукатурят скорее всего в этот замок я взял два яблока значит на дольше меня должно хватить вы как там интересно туда-то прохода нету там он вижу какой-то лаз интересный сейчас покажу на очень красивый отсюда обзор и вот она сразу тут река протекает красиво какие-то стоят маленькие суденышки пару штук тут маленький какой-то причальщик но я тут смотрю ехал вокруг и предприятий побольше у нас вообще почти нету ну городок может быть может быть чуть 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 больше чем наш а может даже такой же не могу сказать там я вижу еще какие-то интересные крыши выглядывают но не знаю туда я дойду не дойду не могу сказать посмотрим красота так все пошел я там тоже понятно там фонтанчик что там предприятие или что-то непонятное пошел к замку в общем поездка получилась такая спонтанная я даже не успел ничего об этом замке посмотреть нашел я два других интересных но посмотрел там сделали тоже гостиницы поэтому там понял что ничего посмотреть не удастся поэтому быстро начал искать другой пару лёвиков или не знаю кто это ли не медведи наверное точно больше на медведей похоже точно же беренбург они бернбург так что-то у меня камера немножко на бок завалилась там еще раз-два-три медведя и какой-то орел вот так должно быть видно по рабочему времени успел посмотреть вроде бы как бы тут есть но судя потому что я успел ох ворота какие высокие метров где-то к шести близко что я успел быстро посмотреть это то что фотографий внутри практически нет исходя из моего опыта это означает скорее всего что внутренняя съемка запрещена как это часто бывает не понимаю я вот этих их них приколов запрещением съемки ох какая башня большая огромная так они тут что-то сейчас будем ходить людей почти нету почему-то суббота вроде и никого нету ну тут опять же наверху два медведя в короне там шишка на самом верху вообще причем тут медведи в германии как бы кто понимает и все понимают смысл что когда-то а тут везде вон такие шишки единая цивилизация была такие скульптуры прикольные сейчас я их подробно покажу такие вот ну похоже на песчаник там кто совал вверху на голове балкон какой шикарный как он сделан висит на таких четырех каменных блоках так это что-то у нас суду до весы ну тут какой-то типа геракл что ли все из песчаника спросил у девушки что тут можно навестить что в смысле можно посетить к сожалению все практически закрыто в общем то не очень удачная поездка но спонтанно очень быстро поэтому что тут сказать что имеем то имеем тем не менее тут вокруг можно походить посмотреть очень много интересных вот таких например балконов но там в городке еще что-то видел интересные домики очень красивые так почему у меня камера под наклоном работает что случилось все каменная кладка все каменная кладка ступеньки как бы с гранита и опять вот эти вот шишечки у нас который я вот вчера буквально насобирал новую партию шишек там одно окно замурованная дверь закрыта в общем идут работы по ремонту ремонт ну вот здание какое-то интересное к сожалению во внутрь мы не попадем но хоть снаружи мы все рассмотрим внимательно там еще со стороны реки очень интересный вид ну на другую сторону реки я не могу попасть скорее всего добавлю парочку фотографий с таким видом вот с той стороны именно реки чтобы было понятно как он выглядит со всех сторон ну может быть еще поищу как всегда с квадрокоптера и что-нибудь добавлю с видом сверху в общем шишек очень много посмотрите это по шишкам тема тоже там интересно они причем по всему миру поэтому ну тут видите взяли закрасили окно закрыто фанерой конечно внутри бы сейчас походить пускай даже если там все немножко раздолблено мне вообще это не важно вот тут смотрите дверь какая ну в смысле не знаю даже ворота были или дверь и тут вот справа такая тоже как бы сделана дверь как ворота широкая но очень как-то низко странно очень низко вот этот балкончик конечно надо тоже отснять такой красивенький балкончик так тут у нас сейчас я покажу что-то в виде так я не понимаю что происходит где-то у меня сбой какой-то произошел почему-то она боком у меня набок наклоняется и все на настройки зайти посмотреть ладно картинка от этого я надеюсь не изменится только что-то она у меня убегает куда-то пытается уйти тяжело удержать ну стабилизатор не рассчитан на это конечно чтобы вверх снимать и вот там что-то то ли труба то ли что выглядывает ну очень отсюда похоже было как это как пирамида ну пойду посмотрю где тут кольцами опоясано металлическими как этот следственный изолятор в Кустанайе кирпичное здание древнее с большими этажами под землей и металлическим кольцом опоясано но там кольцо Кустаная древнее такое так ну дворик покажу дворики в принципе ничего тут такого интересного нету одна машина стоит ворота такие высокие так она мне сказала можно туда зайти только не сказала где вход пойду сейчас тут вот что-то явно когда-то было и ну остался так скажем один фундамент да один фундамент там вон такая ниша что-то когда-то там стояла в общем тут понятно что какое-то помещение было вот это оттуда смотрелось как пирамидка но это похоже труба так пошел я искать вход в башню такая дверца деревянная очень древняя вот мой друг глазастый приболел поэтому приходится самому побольше смотреть и так вход в башню идем на башню посмотрим что тут интересного вот 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 ступеньки деревянные окна уменьшены почему-то какая-то дверь там надо спросить так какую-то кнопку мне надо нажать а какую думаю может этот выключатель нет нет сказали на самом верху да окна явно уменьшены когда-то они были гораздо больше в общем тут входов очень много так я понимаю наверное нет не эта кнопка еще выше тут тоже дверь закрыта так еще выше получается придем еще выше высоко забрался уже ёлки-палки тут ступеньки маленькие так куда я забрался так я и не понял какую кнопку на Жанде не вижу я никаких кнопок двери на замках так а где кнопка-то я так и не понял двери закрыты какую кнопку так тут что написано так еще какую-то кнопку такой кнопки я не нашел что она имела ввиду может быть тут где-то блин куда я забрался вообще я хоть правильно иду ага это вот этот снизу переход я видел тут уже железо железом все укрепили ну вот тут дверь что-то совсем низкая прикипаться надо так а это куда туда тоже можно забраться что ли так ладно сначала сюда пойдем я не нашел никакой кнопки короче может быть еще выше будет кнопка ну судя по стенам ой 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 какие тут стены ой там какое что там колокольное непонятно красивое это сюда я пришел варик это тоже водуарик этот же так ладно значит пошел еще лучше ну как бы вход тоже сюда платный ну я вам скажу вот так узко просто жесть такой своего рода туннель нифига себе но самое прикольное что открыто правда я тут так царапаюсь такие ступеньки миниатюрные просто коралл так куда-то я выползаю ага еще выше есть так концов значит на самом верху значит я еще не добрался до верха тут вот камни уложены странно как-то вроде как сочетый потолок сделать сейчас покажу какой тут проход вот такой он ну почти такой лаз лаз так тут окно небольшое метр где-то ну тут похоже современники сильно поработали очень сильно вообще какое-то окошечко миниатюрное и вот такая деревянная лестница на самый верх так потоплая на самый верх по ступенькам быстренько забегу сейчас не быстро не получается коленки задевают ступеньки так и чего обзора тут нету представляете нет еще оказывается выше ступеньки есть я думал уже все достиг цели нет тут потолок низкий мне прыгнуться пришлось тут для потолок для полтора метровых людей вот это я забрался ой елки-палки так где кнопка елки-палки не понял я ее хоть и шпигель где шпигель никаких шпигель короче так тут иголочки от голубей и вид туда вон там видно хорошо предприятие ну конечно для обзора могли бы тут сделать нормальные окна я вам скажу что за тут с окнами совсем нашел одну кнопку сейчас мы ее нажмем тут вид на реку вот сколько старинных зданий много интересных я вам скажу вон одно два три я отсюда только вижу в общем тут по-нормальному я так понимаю хорошая погода будет надо будет еще раз сюда приехать потому что сегодня сегодня я что-то конечно успею но понимаю что не все и тут красиво река вот там съесть с удочками где-нибудь течение такое не очень бурное прекрасное для рыбалки итак кнопка посмотрим что надо тут сделать так я сейчас делаю записи чтобы все это видно было что произойдет а а держите мои друзья уважайте немного и услышите что я говорю хорошо что вы маленькие и большие успехи приходите иногда иногда посетят меня все и 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 гератен обмени торговым на ванных 700 я вам noch кинь с ваги их зубы 2 я фонтайл для клуба это стоит и дарин даст мэнсих галиски шайт дуга ставим канн и гернт и стас шурига друзья я бы заморочился и перевел бы вам то что он тут говорил я сам не все четко понял но что-то для школьника вообще не знаю причем тут замок школьники там не могут найти выход и так далее не вижу смысла вообще никакого в этом тексте чё к чему в общем полный бред извиняюсь но если кто-то считает по немецки хорошо понимает и считает что это очень важная информация то можете перевести в комментариях я закреплю сверху я вообще не вижу никакого смысла вот в этом то что он тут говорил вообще к замку практически никакого отношения не имеет вот это вот музей но он закрытый на реставрации поэтому сейчас я пройдусь тут немножко по краям и потом пойду по низу с той стороны насколько смогу отснять сниму понятия не имею сколько мы сможем увидеть ну так ступеньки ступеньки видите с отверстиями я так понимаю под ступеньками там скорее всего окно даже ради любопытства я сейчас посмотрю такого варианта я еще не видел я видел с решетками интересно ну да там что то что то вон видно щель какая то что то вроде от души на оставили прикольно обычно вот такие решетки какие то всякие разные делают так что я еще не видел ничего интересного я не вижу маленький дворик тут входе есть как бы но никуда тоже я понимаю что я это сейчас все отсюда могу посмотреть там ниша и дверь они дверь вроде выглядит сразу как ниша дверь просто тут через саркофаг или столик непонятный каменный непонятно что то есть я уже на рабочую зону зашел обалдеть потому что то выглядывает я хочу это увидеть что-то с камня какие-то остатки так скажем можно туда прям подойти смысла не вижу какой-то остаток она пошел и вокруг я подумал раз открыто почему бы не зайти непонятное существо напишите пожалуйста что вам это напоминает мне в данную секунду ни о чем это не говорит саркофаг тоже как бы не саркофаг а скорее всего крышка от саркофага внизу я вижу кирпичная окладка в общем-то крышку откуда-то взяли просто сюда ее виде стола прилепили хотя кто его знает что там внутри может там какие-то захоронения есть но тут честно говоря я так понял можно подойти краю и посмотреть какой тут вид сейчас осень ну деревья еще не сильно поменяли цвета немножко попозже будет гораздо красивее когда деревья станут разных цветов красные желтые зеленые и так далее ну вот тут сверху прикольный вид сейчас я покажу сейчас я покажу ну тут стены укреплены а я вот тут немножко еще сейчас пройти могу понял так сейчас я туда пройду вот сюда я не знаю как попасть вниз там какие-то остатки башен но к сожалению остатки сейчас я их приближу потом попробую туда тоже пройтись такие вот прикольные остатки потом я туда пройду я отсюда вижу так туда тропинка есть вот туда туда что-то я не вижу к этим башням тут за подо мной этаж закрытый уже вижу но пейзаж посмотрите какая красота вот вот тут бы иметь балкончик да свой смысле балкончик но я думаю все меня поняли что я имел ввиду вот так вышел сел чашечку чая или кто что употребляет красота лепота так туда еще увидел дверь открытую конечно же понимаю что чего-нибудь обязательно пропущу потом где-нибудь на видео буду смотреть кого монтировать буду вот блин там что-то вот выглядывает интересно а я этого не увидел вот моего друга сейчас не хватает нашел то же время болеть когда я тут поездками занимаюсь вот блин выговор ему объявлю шелсу же тут вроде как бы дождь обещают все заряди так но это опять вот по моему не виноград или это виноград они туда похоже какой-то очень мелкий виноград тут уже он высох он уже превратился что-то в изюм уже он перезрел в общем у стены вижу что либо их уже обновили либо это новая кладка не могу сказать ну конечно сделали что-то но юмористы тоже это что-то тогда получается подняли ли тут только лежа но обычно хотя бы с колена но никак не лежа и потом куда больницы конечно это очень веселуха когда я на них смотрю люди делали больницы не понимая вообще по моему как они должны работать наверное делали люди те ты никогда длинно ствольного оружия в руках не держал например свд дегтярева дрогашева или еще какую-нибудь что-нибудь дверь запечатано все пошел и обратно и вниз потихоньку так в эти ворота я еще не заходил смотрю люди стали подтягиваться потихоньку а тут что у нас тут ничего так тут я помню получается был в этом дворике да я с той стороны другие ворота заходил тут ничего просто дворик три гаража и все пошел и дальше хорошо красиво интересно но мало ну тут я не знаю непонятно выглядит это что-то было тут и наглухо замуровали но ворота вы посмотрите а на камеру не видно будет ну метров где-то как около 6 прикольно ну железо вижу уже как бы новая поэтому даже не делаю на этом акцент пошел вниз немножко буду побольше снимать вдруг кто-то смотрит с германии чтобы имел представление что тут можно увидеть ну в данное время музей закрыты только башню навестить и вокруг походить поэтому надо больше информации читать смотреть будут дворик тоже какой-то прикольный было я так понимаю что-то видать воду делали как то их по-немецки по-русски как маленькая вот это во дворе как называется юма не немецкий не лучше в русский забыл ну бывает такое так стропинками опять сама ручка 1 налево 1 направо пойду направо тут сразу вижу ворота какие-то современные уже закрыты куда-то понимаете что там что то есть это уже довольно глубоко да довольно глубоко идем сюда и там я видел где-то было где-то проход закрытый был сейчас мы отсюда посмотрим ну получается примерно на этаж но чуть больше современного этажа конечно ниже опустился так и что тут водосток я так понимаю да тут водосток с такими торчащими камнями чтобы они воду притормаживали мне все понятно башенки я вижу как бы комменты современный ха-ха-ха в общем скорее всего тут уже современники наваяли много для красоты ну отсюда до смотрится вроде как бы крепость да вот эти вот ну да оттуда как-то не совсем как крепость этот этаж закрытые еще выше был получается я уже где-то на два-три это распустился и куда я ухожу вопрос ну в любом случае обратную дорогу снимать не буду если придется возвращаться тут покажу там перепад такой красивый да тут конечно речка хорошая мне нравится зале по моему да бернбург зале так он и пишется потому что у них часто названия повторяются если напишешь просто б бэрн бэрнбург ой что-то там плеснулась такое огромное он на той стороне нифига тут рыба видать крупная есть у меня прям что старые инстинкты бы начали просыпаться что-то мне захотелось с удочкой посидеть надеюсь этого не произойдет все равно времени не хватает рыбалка это такое серьезное занятие это тоже целая наука крючки узлы какую рыбу на какую наживку там такое огромное количество вариантов всего надо знать я я уже наверное я даже узлы узлы наверно не смогу какие-то завязать правильно уже по моему что-то подзабыл красиво отсюда смотрится но понятно что обновили все вот такие стены мощные вот это вот под наклоном понятно чтоб они не падали не разрушались своего рода укрепление с другой стороны это для нападающих помощь такого принципе не должно быть и куда-то я забрел не знаю куда похоже мне придется возвращаться тем не менее сейчас куда-то дойду просто ролик длинный получится сейчас буду выключать чаще тут вроде как бы двери окно замурованы домик тут уже люди живут понятно и в этом домике живут и туда так вниз уходит все круто узкая такая олочка просто с тропинкой что-то мне напоминает эти какие-то итальянские города там здание какое-то огромное стоит явно не работает в данное время похоже шлюз какой-то и пошел я куда-то не знаю куда ну вот стена там окна с решетками сливы и вот эти наклонные укрепления с другой стороны тут уже домики поэтому мне надо вернуться сейчас я покажу что тут как люди живут прям под горой под замком там церковь вижу какая-то там явно предприятия не знаю как похоже выглядит как будто не рабочая там крыша уже совсем одна часть развалилась такие дворики налеплены и как налеплено чуть ли не друг на друга тут вообще он проходил сейчас покажу вообще налепили тут окна как могли в общем лепят как могут и обратно и вниз спускаюсь я вот тут иду обратно и думаю вот представьте если дали доступ в этом замке ко всем комнатам ко всем помещениям уже прошел там очень много но верхняя так понимаю хотя бы заглянуть а вот то что ниже допустим находится то что вот данный момент сокрыто глаз вообще сколько надо мне времени чтобы каждую комнату посмотреть хотя бы ну как где интересно хотя бы более-менее сколько времени надо на такой замок неделю или месяц я думаю много времени надо потому что сверху только на этажах сколько комнат там безумное количество даже не представляю сколько времени может понадобится чтобы все это пройти посмотреть вроде тропинка когда-то было туда заборчик поставили закрыли очень прикольно это дятел стучит странно тут парковка есть у меня почему-то навигатор привел прям к центральному входу ну в принципе там я посмотрел знаков нету там на улице таки припарковался надо было мне парковку смотреть ну да ладно это уже не важно какие здания интересные уже наполовину из желтого кирпича вот я уже практически к реке спустился красиво сегодня тихо так и солнце вроде местами проглядывает чуть-чуть совсем но тихо довольно ветра почти нету такой очень слабенький погода просто прекрасная для прогулки я вам скажу просто была у меня мысль еще как бы то что друг позвонил ему он сказал что приболел и как бы мысль ехать не ехать одному вроде как бы немножко скучновато глаз не хватает что-то не увижу как всегда но потом подумал посмотрел погоду вроде дожди обещают пытаясь этот разогнать но отсюда конечно сейчас вид прикольная но понимаешь что тут современники лучше вот это все все что внизу это все современники налепили тут какой-то камень интересный он весь слоеный сейчас я приближу причем разных цветов очень интересно но увижу песчаник потом непонятно что потом какой-то коричневый там там какой-то оттенок не знаю какой-то синево зеленоватый какой-то вообще непонятные камни ну мне надо сейчас пройти тут ну современники постарались сделать конечно тут принципе функция вот этого всего что тут внизу наваяли чтобы не было обвала видите как они ступеньками постарались сделать сделать в принципе как бы в принципе как бы понятно и правильно чтобы не было никаких обрушений потому что вот в вернигородах там видать то что замок стоит хорошо а потом то что уже позже делали какие-то стены они все лопаются трескаются и пытаются развалиться и как бы понятно все тут рыба там в одном месте вот с той стороны вот на том выступе плескается сейчас еще раз видел сзади у меня такая тропинка металлическая на воде вот на нее бы отойти к сожалению увы нет ой куда так быстро побежал ну ну сниму вот так что смогу отсюда тоже вид так в принципе неплохой чуть-чуть бы удалиться а отсюда кажись я понял что там я вот отсюда уже могу видеть что это шлюзы скорее всего небольшая такая гидравлическая станция бтг так называемая постоянно вода пока бежит у вас есть электричество кто скажет что это не бтг это и есть бтг и вообще вот у меня и было всегда мнение что электричество должно быть вообще бесплатное там особенно в россии бывшем союзе это казахстан там это просто должно быть бесплатно с такими ресурсами ну сейчас конечно понятно что там творится ужас такой ну советское время солярка никому не нужна была не видом некоторые даже выливали чтоб не сказали что ты не работал солярка можете себе представить никому не нужна была сейчас я за нее 2 евро отдаю за литр это с ума сойти просто можно ну и тут так это я так понимаю слева сделано для дамба тут похоже какой-то шлюз еще сделаны наверное для прохода вот этих суденок да точно вон я вижу следом еще 2 идет сейчас я поближе подойду посмотрю на может отсюда выйду в город да вот тут я похоже там сверху снимал эти дверики теперь я уже спустился тут домик интересный стоит такое мне показалось что он запустение продается весь облезший ну там шторочки висят посмотрел фамилии даже есть то есть одна половина даже живут там люди у у него такое состояние как будто он не сегодня завтра развалится шлюзы цепочки такие не слабенькие ну понятно уровень выровняли суденушка сюда зашло ушло поплыла выплыла выплыла русский язык ну немецким вообще засада так похоже мне надо где-то выбраться наверх теперь там немного похожу интересных зданий посмотрю и в принципе похожу тут церковь на вряд ли я уже пойду как бы не близко это я смотрю то уже надо ехать а это там скорее всего с парковкой проблема посмотрим может быть следующий раз это там да 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большие окна, причем, ну, понятно, что там, скорее всего, этаж полноценный. У самой реки, у самой реки, это довольно странно. У рек есть свойство довольно высоко подниматься, соответственно, как она только выйдет сюда на берег, значит, этот этаж утонул. Куда-то я иду, вот тут домик совсем заброшенный. Куда я иду, не знаю опять. Ну, увидел какую-то тропинку. Понимаю, что мне куда-то туда надо. А сколько тут обходить надо, представления не имею. Поэтому решил немного срезать вопрос только, если тут выход. Таких вот тут прошел я уже несколько улочек. Ну, что-то, похоже, вроде и есть. Вон дальше тропинка идет. Тут все в таких вот стенах. Красивые домики тут тоже есть. Такие балконы шикарные. Вернее, лоджии, да? Да, вот кирпичная цивилизация заморачивалась, да? Тоже просто сколько тут труда. Но вот с торца я там не могу отснять, к сожалению. Там тоже очень интересные такие фигуры выложены. Просто, ну, просто что-то с чем-то. Вот сейчас выше ищу, покажу. Там тоже медведь, корона. Какие-то цветочки или резонаторы. Не знаю даже. А вот на самом верху под крышей, посмотрите, как люди заморачивались, а? Не было для них это дорого. Так. Ротхаус. Конечно, облицовку они облепили уже так странно немножко. Вовнутрь бы попасть, конечно. Но сегодня суббота закрыта. Ротхаус не попадем в субботу. А вот еще интересное здание. Так, я стою против солнышка. Надо мне пройти чуть-чуть левее. Ротхаус любит красивые здания. Ротхаус не попадем в субботу. Ротхаус creется. Ротхучка. Ротхаус на волне. Ротхаус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, так скажу, что не зная городка ходить, что-то искать очень тяжело. Но знакомых у меня тут в данное время не проживает. Поэтому... Поэтому у нас сегодня, наверное, хватит. Это надо сначала, думаю, загуглить, поискать, посмотреть хорошо. Сколько тут какие-то интересные объекты, адреса все. И можно будет еще раз посетить. А так ходить наугад, это можно очень долго. На этом, пожалуй, все. Информация По каминам интересная. Так, а я не помню, говорил ли об этом или нет. Тут друг у меня купил камин. Говорит, сейчас, чтобы купить камин, надо его заказать. И ты его получишь не раньше, чем через год. Представляете? Через год! Обалдеть можно! Вот, народ зашугали. Что творится? Подумись чуть-чуть. О, наконец-то. Вот, на этом все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Машин почти нету Скорости сейчас придерживаюсь в основном где-то 140 Нормально так Раньше как-то 170-190 Время прошло Машин мало Так прикольно Погода классная Едешь Единственная Заморочка Заморочка Это на сегодняшний день Соляркой Говнюки Что натворили? Сколько я замков в этом году мог бы посетить Если бы они этого не сделали? Если бы они этого не сделали Вот, все вот так делается Ограничивают нас потихоньку в передвижении И куда мы прикатимся Со всем этим Еще не известно Ну посмотрим Посмотрим Время вроде интересно И в то же время Неприятно осознавать Когда все вот это происходит Только вроде одно закончилось почти Другое Сейчас еще и того немножко вернут И вот все Вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok